Здравствуйте, подписчики канала Про Цветок. Пришла весна, всем хочется зелени. Сегодня мы поговорим о том, как сделать так, чтобы зелени стала больше, быстрее. В частности, что надо делать с лужайкой, чтобы она стала такой же изумрудной зеленой, как здесь или как на любой другой хорошей картинке. Когда мы говорим про газон, мы прежде всего представляем себе ровный зеленый изумрудный коврик. То есть фактически такой вот травостой, как сейчас в кадре, где травинка к травинке, где высота у нас там 3-4-5 сантиметров, мы можем ходить по нему босиком, получать от этого наслаждение. Но как добиваться такого газона и как его поддерживать в хорошем состоянии? Немаловажным вопросом по уходу и содержанию газона является комплекс весенних мероприятий. Почему? Потому что с зимы газон выходит очень по-разному. И у кого-то проплешины, у кого-то он желтый, у кого-то там перегнил, переплел, может быть даже заболел. Надо побыстрее его регенерировать, чтобы у нас летом была классная зеленая лужайка. Первое действие, которое самое важное для газона весной, и в то же время, что хорошо, самое простое – это его вычесывание. Для этого понадобятся всего-то навсего обычные веерные грабли. Как только сошел снег, немножко ушла вот эта общая вода и грязь, и вы можете по газону уже пройти, не чавкая сапогами, возьмите обычные веерные грабли и хорошо его прочешите. Если он плотный, возможно, понадобится прочесать несколько раз. Если рыхлый, и вы там достаете до земли, одного раза будет вполне достаточно. Важно на первом этапе как можно раньше прочесать его, вычесать отмерзшую траву, какой-то мусор, листья, которые, может быть, появились после зимы, и дать таким образом доступ воздуха и кислорода в надземную часть. Чем быстрее он освободится весной из-под снега, чем быстрее мы его вычешем, тем быстрее он будет отрастать, куститься и зеленеть. Если у вас газон молодой, ему буквально один, два, три или несколько лет, и одновременно площадь лужайки небольшая, одна, две, три сотки, то, конечно, веерными граблями прочесать его даже несколько раз не проблема. Не проблема это делать ежегодно весной, иногда кто-то и осенью вычесывает, все хорошо. Но если у вас газона побольше, и мы уже исчисляем его сотками или даже десятками соток, или он у вас такой долговечный, плотный, многолетний, который прям плотная-плотная дернина, конечно, веерные грабли в этом плане уже тут не помогут. Это трудозатратно, это много времени на это надо потратить, и вы просто будете выбиваться из сил, не оставляя себе времени на передышку даже. В этом плане хорошим помощником по работе с газоном являются вот такие механизмы. Вычесыватель, аэратор, вертикулятор, иногда они в продаже называются по-разному. На самом деле в комплексе весенних мероприятий можно выделить отдельно вычесывание газона, о котором мы только что говорили, вертикуляцию, это когда мы ножами надрезаем поверхность дерна, аэрацию, когда мы будем накалывать дернину на различную глубину и различным диаметром, или сочетание этих способов. В зависимости от того, в каком состоянии находится газон, может потребоваться что-то одно из них. В самом простом варианте так называемые аэраторы, очень часто в продаже они и в реализации будут именно так, как раз таки позволяют просто-напросто вычесать дернину по тому же принципу, как мы показывали до этого с веерными граблями, и одновременно ножами немножко надрезать верхний слой дерна. То есть мы таким образом, в данном случае, как под этим аэратором, снизу стоят ножи, когда он, соответственно, проезжает по поверхности, он вычесывает поверхность дерна и немножко надрезает по глубине дернину в верхнем слое. Практически у любой модели можно сбоку отрегулировать с помощью ручек высоту и таким образом менять, насколько мы будем углубляться в дернину или только поверхностно расчесывать газон. Более жесткие варианты аэрации и вертикуляции, конечно, не стоит использовать и применять ежегодно. Это можно делать один раз в несколько лет, 3-5 лет. А вычесывание газона как таковое поверхностное, даже с использованием аэратора, лучше делать ежегодно. А с использованием такого специализированного инструмента или техники это можно делать быстрее, качественней, ну и, соответственно, не так сильно уставать. Причем на современном рынке можно использовать как электрические оборудования, как наше в данном случае, так, соответственно, и бензиновое, и современное экологичное аккумуляторное, что тоже немаловажно. После того, как вы ранней весной сделали вот это самое важное мероприятие, вычислили газон и его обновили по воздухообмену, дальше следующее, что надо будет сделать, это его подкормить. Но это чуть позже. Это в мае. А пока газон начнет расти, зеленеть и куститься. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok